Привет! Сегодня отличный день, напомню, что сегодня забастовка учителей и я, честно говоря, собирался выбраться и сделать ту же трансляцию таким образом поддержать наших учителей но есть проблема, на моей большой машине запарковаться близко к демонстрации просто нереально по факту весь город перекрыт и я тупо из-за этого не смог быть с вами но я хочу сказать, что я с народом и я очень кайфую потому что я сейчас зашел на трансляцию и хочу поделиться, если кто-либо не видел есть такой блогер Анита и она большая умничка, мой отдельный ей респект смотрите, что произошло идет большая забастовка учителей и одна такая сволочь, ну не сволочь, этот парень приехал из Америки и их в Гарварде все-таки чему-то учили смотрите, механика, что произошло учителя идут, а люди вокруг хлопают, аплодируют, браво наконец-то кто-то вышел сказать этому ублюдкам, что убирайтесь отсюда оставьте нас в покое, валите в свою Америку дайте нам спокойно в нашей независимой стране быть независимыми так вот, очень красиво выходит Каринш с охранниками и возглавляет эту демонстрацию и когда люди хлопают, вокруг сотни видеокамер получается гениальная картинка идет Каринш один, один охранников нету в кадре и люди вокруг все хлопают и он подходит к учительнице и говорит ну, как у вас дела? и она, ну это педагог, она же не может его, простите, херами покрывать и она ему нормально объясняет понимаешь, за эти деньги мне тупо невозможно выжить ты это понимаешь? он говорит, да, я понимаю, я понимаю, я понимаю раз к другой такой, а как вы живете? блядь, я только сегодня на забастовке поинтересовался, как они живут и вот умничка Аня-то, она выбежала в эту толпу через охранников, блогер и задает ему в лоб вопрос говорит, слушай, скотина, блядь ровно год назад ты подписал бумагу, что у них будет поднята зарплата прошел год, ты издал закон, ты зафиксировал в законе, что у них будет повышена зарплата и ты нарушил закон, почему ты не в тюрьме, а здесь сейчас с нами вот объясни мне эту логику и он так отлично отвечает ну, видите ли, мы сегодня собрались по другому поводу мы, блядь, сегодня собрались по другому поводу мы, не ты, скотина но из позитива, из позитива то, что молодцы медики молодцы учителя вы первые, кто это начал надо показывать, что мы люди что это наша страна, что это наша земля а не быдло и не овцы очень хорошо, что Латвия вот за что надо любить Латвию почему я говорю, Латвия это территория позитива и релакса и не прикалываюсь если бы что-то похожее, ребята, было бы в Париже вы знаете, чтобы сожгли бы все машины разбили бы все окна и так далее так делают варвары те забастовки, которые проходят в Латвии они самые позитивные потому что, я говорю, качество человека который живет в Латвии, оно достаточно высоко вот поверьте, я жил практически в 18 странах то есть живу и работаю непосредственно коммуницирую с местным населением я могу выделить две страны на земном шаре это Португалия и Латвия те, кто был в Португалии, меня поймут, что Португалия очень близка по духу к Латвии и вот у нас очень позитивное население и то, как у нас проводят демонстрации, забастовки такого нет нигде в мире это ноу-хау, которым надо делиться и вот у меня вот на душе радость, энергия такая я очень вот сижу в бусе и мне очень не хватает вот этой энергии толпы энергии, которая, возможно, приведет к чему-то потому что эта энергия должна не затухнуть что делает Каин со своими политологами? ты должен понимать, что ребята из Гарварда не дураки не дураки, если они управляют такой страной меняют конституции, нарушают все законы мыслимые и немыслимые, до сих пор они находятся у власти это все-таки грамотная работа политологии и сказать, что у нас совсем безграмотное правительство это неправильно, у нас высокограмотное правительство которое служит неинтересом народу Латвии но само оно высокограмотное и для того, чтобы с ним бороться нужно действительно быть высокограмотным а мы, к сожалению, простые люди простые строители, учителя, доктора мы же они политологи, нас же не учили 20 лет, как наебывать народ, простите правда же? и вот сегодня мне очень это понравилось завтра все собираемся по поводу мусоросжигательного завода напомним, что там ровно такая же история там такие же сволочи депутаты которые, долго рассказывать не буду завтра около Улбрка с Перле по-моему в 17.00 фокус в том, что это те же самые скоты что они делают? за две недели назад всем объявили что заседание начнется в 5 часов они понимают, что может прийти толпа там в 2-5 тысяч человек и у них будут неприятности и они раз меняют расписание не в 15 часов, например ну, не в 18, а в 15 или в 16 или еще что-то они будут двигаться поэтому не получилось у меня поддержать учителей лично но если кто-то, ребята из Саласпилса, Кенгаракса, Улбрки, Стопеню, Плявник, Пурчик хотят бороться за свои права я напомню, что там такая же классическая ситуация что структуры господина Щелая хотят запустить здесь мусоросжигательный завод мусоросжигательный завод с таким количеством сжигания мусора и урона нашей атмосфере которые, вот те районы, которые я перечислил мы будем дюшать реально ядом а мусора в Латвии такого количества нету этот мусор будет, скорее всего, шведского, скандинавского происхождения это очередная афера и с ней тоже нужно будет побороться поэтому давайте начнем выходить завтра напомню, что послезавтра надо поддержать Шлессерса потому что правительство Каринша и Левица этих негодяев их надо вышвырнуть из Латвии они уже надоели и русским, и латышам, и литовцам, и евреям просто всем хватит над нами издеваться оставьте нас в покое тоже на эмоциях и очень скучно, что я сейчас не с учителями но душой я с вами, ребята Латвия, территория позитива и релакса и вот эти весенние настроения когда мы начинаем бороться за свои права бороться, помню, уникальным способом такой борьбы нету нигде в мире у меня душа начинает радоваться почему? потому что мы маленькая, но гордая страна и мы маленькая на первом месте а мы гордая на вот каком-то вот последнем месте и когда ты начинаешь ценить себя ценить своих близких ценить свою страну и понимаешь, что за нее надо бороться когда в тебе просыпается это чувство это очень хорошо нам надо слово мы гордая все-таки поставить на первое место Латвия люблю, уважаю обнял, побежал очень извиняюсь, что я сейчас не с вами, ребята пока и в том числе пока 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 Продолжение следует...